Всем привет дорогие друзья и добро пожаловать на новый ролик по игрушке Булли Теха. И сегодня друзья у нас в гостях на обзоре великий, неподражаемый и ужасный... Вы думаете, что это призрак? Но нет, это конечно же Док. Вы уже сами все поняли по названию, по превьюшке. Самый нагибной персонаж Булли Теха. Тот, которого вы все так любите. И сегодня мы будем за него катать и смотреть, почему же его так не любят, почему его так хейтят и что же с ним не так. Я считаю, что это, наверное, способность его гранатомет, который он выпускает. Суть-то в том, что она взрывается при столкновении. Ну, как бы по-другому-то и никак не должно было быть, наверное. Хотя вот гранату кидают, она там летит и взрывается. А здесь, типа, если тебе надо попасть либо в персонажа, да, либо в стеночку рядом с персонажем, чтобы гранатомет-то взорвался. Вот, аптечка у него командная, потом пассивки у него... Пассивки, на самом деле, я что-то задолго немного играл. По максимальному количеству здоровья героя, урону, количеству брони. И при получении героем урона у него уменьшается разброс, дальность увеличивается и прицельная стрельба тоже увеличивается. Вот, так, и что касается пассивки командной. Так, 35 урона союзников и скорость перезарядки союзников. Ну, на самом деле, тоже такие себе, как бы, пассивки, да, не знаю, как по мне. Но самое главное, наверное, это все-таки ульта, вот это вот гранатомет. Вот, ну, не вижу я таких игроков, которые... Так, давайте позовем кого-нибудь, что у нас? Как обычно, никого нету. Ну, мы пойдем с рандомами играть. Все по классике. Скинов у меня нету на него. Короче, ладно, давайте начинать. Посмотрим. Что касается вообще штурмовиков, я играю на Сатоши, меня все устраивает. И я начал в последнее время играть на Сталкере. Там меня тоже, как бы, все устраивает. У Сталкера вообще никакого разброса нету при движении. Здесь, я так понимаю, прям будет это. Ну, и очень трудно, конечно, гранатометом попасть прямо в тело. Вот стоит, допустим, здесь посередине. Ну, трудно, мне кажется, попасть у него будет. Да, ну и видите, какой разброс, да, при движении. Мне кажется, надо ставить какие-то соответствующие... Обвесы чуть не хватило, чуть-чуть не хватило. Увы, увы, но мы слили, ребята. Первый блин комом, поэтому все нормально. Так и должно было быть. Ну, вы же знаете. Сейчас все будет. Сейчас разомнемся и будем тащить на доки. На доки, вы что, ребят? На доки нельзя сливать. Сейчас все будет. Тем более карта банк. Итак, запускаемся. Я сбился... В смысле, я что-то хотел сказать. Меня перебил Левиафан. Так. Пробуем, пробуем, ребята. Пишем, как вам вообще док. Как вы к нему... Вот давайте вот так попробуем туда просто. Запугнем. Я так понимаю, мы даже... Пойдет. Нормально, нормально. И вот так вот. Как? Ну ладно-то, ну что. А я пацанов-то сейчас не буду резать. Не-не-не, там идет Фредди, я боюсь. Пойдет. Пойдет. А где, а где? А почему не стрелял-то? Ах. Ладно. Нормально. Двоих слили. Надо. Чтобы моих пацанов не сливали. И все будет окей. Мы зовем своих друзей. И будем сейчас просто истреблять всех. Так. Ладно. Не принимаю. Погнали так играть. В принципе, мне нравится, что у него, по-моему, в обоиме 70 патронов. Это вообще как бы неплохо, да? Хватит прям на всю команду, на всю пачку. Ну, вот сейчас, конечно, не хватило на Сатоши. Ну, я думаю, что тягаться с Сатоши как бы бесполезно. У него прям выносит с одной тычки. Да и у меня ХП там не было. Так. Моя любимая деревня. Давайте посмотрим, что сейчас здесь выйдет. Да, я считаю, что вот самое главное, наверное, это гранатомет вот этот бесполезный. Ну, вот я вот сам вижу, что никто не играет ни на Доке, ни на Смоге. У Смога же такая же, кстати, фишечка, что он с гранатометом пуляется. Так вот, до него тоже никто не играет. Хотя Смог-то как бы такой журненький, его тяжело порой перестрелять. Особенно, когда на разведчиках играешь. Вот мне, допустим, не хватает патронов. Я вообще не знаю, как с ними бороться. Ну, давай. Сюда ее пойдет. Хорош, да, ребят? Док-то емба, я же вам говорил. Не, ну это шальная такая просто залетела. На самом деле, наверное, как бы на нем можно научиться играть. Есть фанаты Дока, как бы я уверен. Есть люди, которые просто ставят на первое место Дока и говорят, что это, ну, по их мнению, самый лучший персонаж. Пойдет. Туда ее, отойди, чувак. Хорош. Вот это затащили, ребят. Запулили, так запулили. Двоих слили с гранатомета, да? Да, все верно. Нормально. Мне нравится. Я сейчас реально у него влюблюсь и буду играть за Док. Так, давайте посмотрим, что у нас тут выпало. Кстати, ребят, у нас скоро в небесные ранги пойдут уже все. Уже смотрите. Сатоши чуть-чуть осталось. Левиафан. Тут прям упорная борьба идет за небесный ранг. А потом у нас призрак. Короче, скоро будет первый. Первый у нас будет небесный. Я обязательно сниму видео об этом. Поиграем, посмотрим, что кого как. Запускаемся. Сыграем еще несколько каток. Так вот, ну, я же не говорю, что он самый позорный, там, самый плохой персонаж. Я считаю, вообще в играх все зависит от рук. Так, карта город. Есть свои фанаты каждого персонажа. Кто-то любит Бастиона, кто-то Смога, кто-то Дока. У кого-то просто получается за того или иного персонажа играть. Я вот, допустим, мне очень нравилось играть за... Так, мне показалось или там кто-то показалось? Мне очень нравилось играть за Арни. Я прямо его любил. После того, как я сменил телефон и начал играть на Арни, у меня перестало получаться. Реально. Сумасшедший какой-то Фредди. Че ему надо было? Так, не торопимся. Спокойненько. Чисто учимся играть на Доки. Ну, где-то тут же был, ну. Пойдет. Ну, я, конечно, своего зацепил, ну. Сейчас меня убьют. Сейчас меня убьют. Нет, нет, нет. О, я испугался. Хорош. Хорош килл. Так. Ребят, ну, это бот, он сразу бежит резать. Вот у меня вот искусственный интеллект в играх в этой игре просто накаляет, как боты работают. Пойдет. Короче. Это командная работа, ребят. Я, по-моему, тут одного только убил. Ну, зато... Зато как. Так. И... Опять я потерял мысль, ребят. Так, давайте еще несколько каточек. Запускаем. Погнали. Слушайте, может попробовать реально покачать его и играть. Научиться вот стрелять с гранатомета прям. Как-то в толпу кидаешь, да, и... Ну, либо ты урона много так прям наносишь, то есть ты помогаешь своим союзникам. Снес урона, твои союзники подбежали и добили. Или вот туда можно попробовать запулить. Ну-ка, дай-ка я запулю сейчас. По-любому в стену, папа. Ну-ка... А-а-а-а... Нет, я же вроде прицел-то туда навел. Интересно, конечно. Сейчас будем вывозить в соло просто катку. Мне нужна броня. Потихонечку, ребят, не торопимся. С моих пацанов просто упали шмоточки, и я такой... Грустно, но вкусно, как говорится. Так. Тихо, не гони. Но я их тоже подбил бы. Надо было раньше стрелять, и я бы их подбил. Ничего. Катка слита просто из-за меня. Прости меня, пожалуйста, мой товарищ. Зажгите контракты. Все нормально. Пойдет. Погнали. Давайте. Одну или две сейчас до победы. Килл решил тоже взять. Дока. Решил меня поддержать. Красавчик. Два дока это просто сила, ребят. А три дока это все. Это топ-1, ребят. Каждый матч я вам гарантирую. Депо. Короче, мне в последнее время начали нравиться карты. Деревня, вот, в которой мы только что играли. Банк. Банк мне нравится, такая открытая карта. Постоянно какое-то месиво происходит. Вот. Ну и такие там остальные, как он там, сад какой-то или что-то такое, я уже не помню. Я иду, ребята, за вами. Берегись. Пойдет. Перезарядка, конечно, у него долгая, но зато патронов 170. Понимаете, ребят, да, о чем я? А мы сейчас вот так... А, нет, там стенка. Я подпутал. Хорош. Подлекаться. Я забываю, что он броню не дает. Я на все то, что привык играть. Тихо-тихо-тихо, ребят. Последний остался. Надо его забрать просто. На. Э, дядя. Круто. Не гони. Ты завязывай. Хорош. Не, ну вот, да, вот, бастионов-то сложно. Если у вас только несколько ракет, то можно запулить. А вот так вот только убегать, если, ребят. Ну вот. Что, еще одну? А, давайте еще одну. Все, ласт катка. Несмотря на то, что даже если мы проиграем, мы все равно закончим играть. О, ну, ребят, ну, за такой лайк просто. Это, ну, вы видите, да. Игра такая. Братишка, тебе нравится, док? Ну, пожалуйста, получай карточки, как бы тебе. Тебе как бы можно. Так. Погнали. Погнали. Сейчас это тащим. Я же говорю, ребят, два дока это все, это сила. Опять полицейский участок. Я же попросил, дайте, пожалуйста, деревню. Или банк. Скинчика, к сожалению, нету на дока. Патронов в 70, это как бы вообще круто. Вот прикиньте, если бы у Сатоши 70 патронов было. Так, у нас уже кто-то тут пасет, ребят. Надо быть бдительным. А то катка может быть. Слито прямо. Там что, стенка, да? Куда еще я? Ну-ка, ну-ка, дядя. Я же по своим не могу попасть, да? Тихо-тихо. Ну, ну, в спину. Ну, кто так делает-то, ну. Ну, гоните, ребят. Давайте ласт. Сейчас точно будет ласт. В спину, ну, вообще так нечестно. Все, точно ласт. Сто процентов, ребят. В спину не считается. Давай, давай, давай. Сразу же сходу, чтобы не терять времени. Погнали, поехали. Ну, все. Сейчас точно будет, ребят, деревня или банка. Давай банк. И. Вот эту приколюху, знаете, да, ребят? Казино. Почему бы нет? Казино я не очень люблю. Не для дока, карта. Ну, она такая прям запутанная. Здесь как-то... Какой-то лабиринт, мне кажется. Вот этот вот квадрат меня бесит. Блин. Пока сейчас найду патронов, все. Меня убьют. Чекайте, справа или слева. Ну, ты че? Получай. Еще хочешь? Еще лови. Ну, док, ну, я же... Все, ребята, короче, вот. Нормально, сыграли. Док себя, я думаю, показал. Две последних катки слили. Надо было еще закончить, да? Две катки назад. И тогда было бы все идеально. Пишите вообще, че, как вы к доку относитесь. Почему он такой нубяра, да? Как все говорят. Ну, я говорю, я считаю, что вот из-за гранатомета, то есть, как-то... Ну, он такой прям персонаж, ну, не мобильный. Прям надо прицелиться, попасть, я не знаю. Пассивки у него вот эти вот. Разброс огромный. Ну, как-то я не знаю. Редко очень встречаю, да. Ну, плюс тот же смог. У него тоже такая же способность. И на нем тоже не играют. Потому что у него гранатомет. Вот, ребят, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите обязательно мнение о доке. Не о том, как я сейчас сыграл. А именно о доке, потому что я не делаю никакие гайды. Я просто сейчас по фану сыграл. Типа, сделал обзорчик на персонажа. Своё мнение высказал. Вот и всё. Подписывайтесь. В дискорд сервер обязательно переходите. Кто хочет вступить к нам в клан, тоже переходите в дискорд. Там в личку пишите или в приёмную. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и пока.